Здравствуйте! Лучезарное утро постепенно начинает блекнуть. Запады наволакивают тёмненькие тучки, но солнышко ещё светит, сияет. Ох, обещали сегодня пасмурный день! Будем надеяться, что если это и состоится, то второй половине. Когда я вновь засяду за корзинки, которые продолжают множиться. Кошка уже успела наскакаться по веранде, по чердаку, чуть не сказала по второму этажу, громко, это слишком громко. И в этот раз завалилась не на кроватке, не на дровах, а на печке. А мне предстоит отправляться в совейный долг, общаться с его обитателями, выгуливать кубика. О, а зелька сгорает. Сама грациозность. Ну, ладно, мне предстоит так же грациозно поскакать, а не полежать или посидеть. Поэтому надо выдвигаться. А впереди ещё дрова, дневная прогулка с кубиком и вечерние процедуры по кормлению горзунов и птиц. Ох, весёлые денёчки наступили. Ну, ничего, всё можно преодолеть. Ставила дома собака и ринулась к совиному долу. Нет, не знаю уж, как там прогноз, а погодка нынче великолепная. Надолго или нет, кто знает, вон та берёзка полокучая. Уже раскрыла зелёные листочки, остальные на подходе. Зазеленела травка. Красотища! И совершенно безветрена. А какой вчера был ветерок! Нас кубиком чуть не вынесло, пока мы гуляли. Нет, весна. Время обновления, время перемен. Она из замечательных перспектив. Но мои на ближайшее время совершенно точно определены. Да, ветерок вчера был такой, что по совинному долу коробки полетели. Ну, что ж, на какое-то время всё это поваляется. Ребятам, когда вернутся, предстоит генеральная уборка. Так, Роша заседает, как всегда, на верхотуре. И кубик ожидает прогулки, позёвывая и лея хвостиком. Привет! Ну что, гулять пойдём? Обрадовался, обрадовался соломенный пёс. Как спалось. Не скучалось? Ничего. Сейчас пойдём пройдёмся. Ну, а затем начнутся мои труды. Вернулись. Из канав сегодня пить не стал. Ну, водохлёб. Ладно, сейчас подалю тебе водички. Корма насыплю. Морожку погладить, поиграть. Хайпа покормить. И птичек не забыть. Ника просила и дятлу орешков подсыпать, и семечек остальным. Так, разберёмся с домом. И пойдём дальше. По пунктам, Кубе. По пунктам. Чтобы не ошибиться. Ну всё. Наигрались. Решил немножко лёгким завтраком, вкусняшка. Попочить. Обычно она у них из коленок всё время ест. Лапками загребает. А тут обе на стол поставила. Эх, кто бы тут Артём, мне бы влетело. Но. Хозяева далеко. И можно себе позволить маленькую вольность. Лапки у нас чистые. На улице мы сегодня не гуляли. И не будем, пока Ник не вернётся. Потому что ловить морожку по всем окрестностям можно очень долго. Это только уники получаются. А я решила не рисковать. Ну всё. Подмела. Ну молодец. Так, хайпа покормила. Птички остались. Вон. Зеленушки. Снегирих появится. Нет, синичка. А вот и снегирь. Так, ну сейчас я им банкет закачу. Весь корм остался на веранде. Сейчас мне туда предстоит проследовать. Как же мне всё-таки эта веранда нравится. Ой, вид красивый открывается. На все окрестности буквально. А самое приятное, это на Никин сад посмотреть. Ну сейчас я туда не собираюсь. А вот днём, когда никого кормить не надо будет, непременно пройдусь. Но очень аккуратно. Потому что тут повсюду что-то растёт. И посмотрю на цветочки. Жалко, что солнышко всё-таки заволокло. Не так красиво они раскроются. А некоторые вообще не распустят свои венчики. Но по-любому, полюбоваться на такое, это просто здорово. Всё, разобралась с грызунами в новом строении. И оказалась в совешне. Лучик не появлялся. Вот интересно, это он так стекло перемазал. Умелец. Так, здесь сейчас никого не кормить. Воробьиному сынчику корм положила. Чунечку угостила. Теперь мышами надо заниматься. Вот такая у Никки морковка. Где она такую берёт, я не знаю. Одну, по-моему, можно целую бригаду накормить. Причём немалую. Так, и зерна мышкам подсыпать. Ох, покой нам только снится. Но будем продолжать. Дебют утреннего кормления состоялся. Давай немножко посидим на стихонечках. Я тебя потискаю. И надо домой отправляться. Сегодня предстоит опять заниматься перевозкой дров. Специально, пока погода неплохая и дождя нет, решила этим заняться. Вот оно, как и совина и дол на виду, когда метешишь с тачкой туда-сюда. Да и своих пообозревать животных можно. Заодно посмотрю, случайно клещи на тебя не носили. Ладно, пойдём на лестнику присядем и пообщаемся. Сейчас, вернувшись, выпустила собак на улицу, пушенька устроилась на кресле. Удобное местечко, как его все любят. Да, на утренний обход совинного дола со всеми манипуляциями у меня ушло более часа. Ну, что поделаешь. Не каждый день подобное происходит. Ну, а теперь можно и за работёнку браться. Радик меня ждал за калиткой, сопроводил до дома и подтянулась вновь Азель. Нет, никто из соседских собак с нами не гулял. А что до Бонни, он прекрасно провёл время во дворе, забавляясь с бабочками, которые, несмотря на погоду, всё-таки вылетели. Пора и мне выбираться, да за тачку браться. Извоз, знаете ли. Впрочем, как прелюдия к упражнениям с тачкой, произошла небольшая приборочка. Надо было смести все последствия вчерашнего весеннего листопада, возникшего из-за ветра. И сейчас это убирать. Меня тут многие спрашивают в комментариях, а почему вы корзинки на улице не плетёте? Да, конечно, это очень романтично, но дело в том, что здесь достаточно ещё сыра, а грязные корзинки мне не нужны. К тому же в мастерскую не заберёшься, потому что высота потолков не позволяет, прути достаточно длинные, и мне было бы неудобно. Ну, а третий фактор – это собаки, которые постоянно норовят залезть на коленочки, полизаться, пообниматься, да и котики не отстают. А потому в избушке как-то удобнее. К тому же весенняя погода переменчивая. И быстренько ориентироваться к себе в комнату, если вдруг задует сильный ветер или пойдёт дождь, мне совершенно не хочется. Да уж, лучше в избе помусорить, а потом попробовать тут всё сметить после этих упражнений. Палочки, веточки – нет уж, увольте. Ах, позагорать я и так успею, когда буду огород перекапывать. Вот иллюстрация. Кнопочка прибежала. Сейчас все листочки полетят в разные стороны. О, нет. Все ринулись к сапорешнику. Ладно, пускай забавляются и играют, но они там надолго обычно не задерживаются. Мотаются за мной, как хвосты. Ладно, надо заканчивать, пока все заняты, и самым делом приступать. Часть – хвостатая компашка. Переместилась за мной. К полейнице, из которой ещё возить, не перевозить. А потом всю эту груду сюда пытаться разместить. Ой, не знаю. В этом году у меня дров не запланировано много. Нет, ну, конечно, здесь дров много не бывает. Но, может, куда всё это вдевать? Ладно, разберёмся как-нибудь. Находилась в дровнике, полежки складывала, когда услышала истошный кошачий вопль. Собаки не подвели, сразу обнаружили. Так, Боня, и кто это у нас? Ну, это не поваров. Так, фу! Весить нельзя! Странно. И Боня вдогонку. Так, ну, котик вряд ли догонит. Эй! Ко мне! Кари! Вот уж действительно, что собаки старышевые, что кот. Интересно, чё это котик. У моих соседей поблизости такого нет. Это явно не Пуаро. Что-то такое полосатенькое. И чё вы не поделили? Территорию охранял? Ой, котер ты мой! Ну, надо же! Вонифации! Я не ожидала, что у меня такой мощный парень. Ну, горжусь, конечно. Ну, кот, полагаю, удрал. Собаки вернулись быстро. Забора здесь нет. Да, кноп. Очистили территорию от пришельцев. Всех прогнали. Умнички мои. Ну, всё-таки как-то вы больная желуденька с котиком. Хотя, может, и кошечка. Через некоторое время раздалось заливистой веще на тявканье. Застало её ухаживающей за бонифацией, который вальяжно развалился на травке, как вчера, вещеру. И вот теперь начал облизываться. Мопка убежала домой. Ну, а Весе хочется порезвиться, поиграть. Ой, чудушки. Ну, 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 ещё немножко. Ещё чуть-чуть. Надоело. Уйди, противная. Так, теперь за карибу примемся. Неугомонная это моя. А ведь у меня там пушенька по веранде выгуливается. Ладно. Вера, вообще-то, Настюш, я открыла. Вопреки прогнозу, погодка солнечная. Ну, так, солнышко через дымку. Но всё равно, до чего же приятно. Пойти проведать, как там в Пульхире гиппократно. Странное дело, я всё беспокоилась относительно своего букета из сухоцветов. Так, а вот и она. Но за все дни, что пушенька стала выгуливаться, она на него ещё ни разу не посягалывается. Интересно проверить, всё ли на месте. Бокал с лишайниками и мхом пришлось переставить, потому что она тут мух начала ловить. Букетик цел и всё ещё радует. Всё-таки физиале штука хорошая. Только распространяется шибко-быстро, да, пуш? Охотница на мух великая, хвост трубой, усы в ростопы вверху. Домой пойдёшь? Или не хочешь? Ну смотри, ещё полчасика работы, а потом мне опять с кубиком идти. Пушек, пойдёшь домой? Вот и славненько. Отдыхай пока. Так. Ладно. Вырвится вновь, но уже не сейчас. Боня, а ты домой собираешься? Ну нет, какой-то в такую погоду в избушке сидеть. Ай, всё, пауза отдыха закончена. Пойду я с дровишками ещё поупражняюсь. Ну, как говорится, если долго мучиться, можно быстро скрючиться. А потому, закончив с дровами, смонтировав ролик, но ещё не и начав закачивать, заманила собак в избу последними колбасками, и отправляюсь в Савиный дом. Мне предстоит прогулка с рыжим псом, и, честно говоря, не терпится с ним снова увидеться. Солнышко снова засверкало, облака поразгоняет, но лета особо нет. Погода просто замечательная, как раз для того, чтобы немножко пройтись. Ну что, Соня за сону пробудился, лежал в тенёмочке, раздевался, меня встречая. Так, пойдём погуляем, только я сначала хотела к ёлке подойти. С утра она, вся такая насупленная, валялась на своём местечке, и даже на меня. пофурчала, когда я подошла к полейеру. Хорошо, что ребята тент натянули. Всё-таки солнышко стало более ярким и наверняка лифтеньке куда комфортней. Расфуфырилось. В положении лёжа. Так, а цыплёнок под хвостом? Ой, вот ведь умница. Я думала, ты его съела, с утра видно не было. Ну ничего, уберу вечерком, свеженьких подброшу, ну а сейчас пора с кубиком идти гулять. Как же неудобно через сетку снимать-то, а? Ой, моя героиня. Ну какое у неё царское лежбище. Достойная королевна Савинова долой. Ну всё, ты нагулялся, теперь моя очередь. Уж больно хочется пройти с Наникой на цветочки, полюбоваться. Наверняка с моих последней вылазки в её великолепный садик кое-что новенькое распустилось. Эх, жалко, печёмчинцы уже начинают отцветать. Очаровательные цветочки. Причём совершенно разных оттенков. Но скоро появятся новые, ещё более крупные, яркие, прекрасные. Всё-таки один из самых приятных цветов это, конечно, крокус. Хм, какой-то жучок забрался и замечательным контрастом смотрится на белом фоне. Сама нежность, а не цветы. Досадно, что они уже отцветают. Ну вот, поникли какие-то бутоны, но появляются всё новые и новые. Ещё некоторое время порадуют нарциссики всех цветов и размеров. Ого, какие крупные. Наверное, такие же, как у меня, вот-вот должны распуститься. Хм. С какой богатой сердцевинкой. И как замечательно смотрятся изумрудные молодила, которые уже набирают бутончики. Это красота. О, и у рябчиков уже бутончики появились. Скоро зацветут оранжевые цветочки. Понимаете? Ещё и пока не распустились. Дубравница. Ну, это какой-то особый сорт. У нас в лесу куда мельче растёт. Я роза выкинула первые побеги. ой, ха-ха, первоцвету распустился. Филки-палки. Запыла, как цветок называется. Ну, какой красивый. Вот, если Данила мастер что-то и пытался ваять для хозяйки Медной горы, то наверняка с такого цветка. Вот, блин, старость не радость. Я иногда запоминаю всё, что хочу, а иногда забываю очевидное. Вот, например, зимник всё время морозником обзываю. Бывает, бывает, старческий мороз. деменция ползёт на мягких лапках. Ну, вот, как раз. Нет, всё-таки не рискую я тут прохаживаться, проще увеличить. Вот тот самый цветок, который я всё время морозником называю. На самом деле зимник. Красотища! И погода-то какая стоит. Аник, наверное, в Питере хоть немножко отвлеклась в процессе рептилиума, но вечером наверняка соскучает по своим растениям, равно как и по животным. Ладно, нагулялась, пора к своим сверкам возвращаться и корзинку доплетать. Вчера дело пошло неплохо, посмотрим, что сегодня получится. Ну, скажем прямо, получилось немного. Производительность труда понизилась, потому что информации весной куда больше, чем зимой, и пришлось закачивать и выкладывать аж на два ролика, да еще третий назад монтировать. Нет, всегда опаздываю на сутки, а тут бы получалось, что на гораздо большее время. Ну, что ж, если владеешь информацией, которой кому-то может быть любопытно, почему бы и не поделиться. Да вот только на рукоделе времени не остается. Ну, вот до канала я днища, отнюдь не идеал, ну, что меня извиняет, если не идеально, то хотя бы крепко. Ну, не знаю, что подобно будет храниться, но как бы то ни было, не уронится. Хотела я сегодня показать, как рукояточку плести. Даже прутики принесла, приготовила, но придется сейчас опять вытащить на улицу, поставить в воду, потому что уже просто не успеваю. Мало того, что прибраться надо, так еще скоро и в совейный дол отправляться, сов кормить, мышей, крысей подчивать, да с кубиком гулять, морожки заходить и прочее. Ну, что ж, надеюсь, что все состоится. Вот я не знаю, все то же самое, что и вчера, пушка на подушке бонь к клубочкам. Вот к чему бы? Говорят, кошки к холодам сворачиваются, манифаций показывает на холод. Разворачиваются, когда к теплу, даже зарастающей дырочкой в боку. Так кому верить? Бонни или Пуши? Нет, если вы считаете, что кошки барометр, то когда у вас их две, возможно ошибиться. А вообще-то вечером обещают дождь. Очень надеюсь, что мы с кубиком под него не угодим. Ладно, пора собираться. Ну, все, загнала всех своих в избушку, все лакомятся, а мне пора. Да, сегодня вечерок-то будет более насыщенный, нежели накануне. Перед отъездом Ника всех накормила и солом, и большей части горжунов корм дала. А вот сегодня вечером у меня нашлаг и ёлку покормить, ох, и кофе, и всех прочих пернатых, ну, естественно, и с кубиком погулять, а погодка портится. Ох, дроздый сорок, погнали. Уж не знаю, не знаю, что тебе могли им нашкодить, но залёт был замечательный. Ладно, пора отправляться в путь-дорожку собираться. Благо, что недалеко. Отключать решила святая святых соешни. Так, этих маленьких симпатичных столбиков кормить не надо. У них тут сверчки и прочий корм. Вот туда крош мне предстоит добраться. Ну, начну, как обычно, с чулнички. Пора приступать. Ух, всех покормить, всех обиходить. Так, а лучик, судя по всему, ничего трогать не стал. Питается исключительно зоофобусами и ещё чем-то. Ну, ладно, сейчас проверим, определимся. А дальше к ёлке и кофе. так же к неясным, этим самым неясным птицам. Пора бы их покормить. Так, чунька ожидает пищи в тенёчке. Ладно, сейчас всё будет. путь, путь, добрый вечер, я тебе мышь принесла. Ты как? Приёма пищи готов? Пора, пора приступать. Всё, мощные совы выходят на охоту, вечереют. Ну, сейчас возьмётся за дело. Охотничка. Ладно, давай, приятного аппетита. Коша ужин положила на место. С ней зайдёшь, наверняка не при мне. Но, тем не менее, пора подкрепиться. Ночь впереди. Ну, не скажу, чтобы очень прохладная, плюс семь обещают, но тем не менее, кушать надо, пора. Ну, от сплюшек, через вольер, которых я прохожу, кроши, мне кормить не надо. Именика оставила. Ой, запорхали, залетали, забеспокоились. Кто-то ускользнул в дупляночку, кто-то сидит в домике, который мне когда-то удалось смостречить. Свободный полёт. Прям мотылёк какой-то. Всё-всё, ухожу, беспокоить не стану. Спокойной ночи. Так, ну, тут вроде как всё. Чунь, недель, занёс своим ужином, остальные покормили. Так, а луч как не появлялся. Ну, да ладно. Зато мышки активизировались. Ух, хорошо едят. Приятно смотреть. Ладно, пора на улицу отправляться и крупных птиц кормить. Так, они ясности повели себе непонятной. Двух цыплят не съели. Ну, что ж, уберу, свеженьких положу. Надеюсь, больше понравится. Ну, какие же всё-таки красотульки. И насколько загадочные. Это замечательные птицы. Ладно, обпочья. отправилась с подношением к царице, она меня обфорчала. не царское это дело в цыплят в ковыряться, когда яйца под брюхом. Юль, я не знаю, ты не права. Нет, взгляд царственный. Как же хороша. Ну, естественно, неспокойно, когда тут приходит незнакомый и в одежде не того цвета. Уж не знаю, насколько совы цвета различают. Надо будет у Ники проконсультироваться. Ну, по-любому. Она меня послала и настолько возмущенно и повелительно. Ладно, удаляюсь. Сиди на яйца, красавица. Здорово у тебя получается. А я пойду к очередной птице в соседний вольер. Все, не смею беспокоить, отдыхайте, ваше сучство. Зашла с подношением кофе. Спрыгнул с насеста, пересел на пенек, возможно будет атаковать. Я пришла к тебе с миром, птица. Ну, не волнуйся, все хорошо. Ну, что, еще шаг. Думает, куда бы порхнуть. Нет, все-таки у Ники с птицами контакт замечательный, а я больше предпочитаю млекопитающих. Так, а мне велен его на тот пенек проложить тебе подношение это. Ну, давай, шарикируйся куда-нибудь. Ну, хотя бы так. Запрыгал, забегал. Ну, все, 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 кладу и ухожу. Куда наслаждайся. Чудышко-то мое, честноглазое. Вот, когда ты в домике был, когда тебя привезли, ты был куда-куда спокойнее. Ну, что ты? Успокойся. Все хорошо. Все. Ухожу, ухожу, ухожу. Наслаждайся. Ну, я ж не красть пришла, я подарок принесла. Даже не подарок, можно сказать. А, это подношение. Нет, вот, по-моему, чем крупнее птица, тем она недоверчивее. Ах, ну, у каждого свои способности. Ника умеет их очаровать. А я пойду с кубиком гулять. Ну, что, довези кморожке, то это аккордный наряд. Даже не наряд, а просто приятное общение. Посидеть, пообщаться, погладить, поиграть. Скучно, кошки. Ой, игрушки достали. Поскакала за кормом, а теперь просто погладится. Что, мой хороший, это я такие звуки стала издавать. Впервые слышу. эдакая тоненькая пи. Все, выключай телефон, давай тебя интенсивно гладить. Интересно, у Пушки когда-нибудь такой хвост возникнет или нет. Вообще-то, она раза в три, наверное, меньше, чем морожка. Не маякун, разумеется. Но, слушай, кончай мебель подрать. Ты что? Ну, морожь тоже, хвостик, неплохой. Хм. Конечно, с твоей не сравнится, но бог его знает, что еще у нас там в перспективах. Кубик с хрустом уплетает корма меня за спиной, а я увидела новую гостью. Ну, вот, первая Тарисогуска. Ну, надо же, как рано появилась. Говорят, Тарисогуска прилетела, лето на хвосте принесла. Эх, жалко, далеко, плохо видно. Но ведь она есть, она существует. Кубик, поздравляю. Все? Наступают действительно теплые времена, хотя впереди еще похолодание ожидается. Так, пойду тебе копыта достану из морозилки. Ну, а ты пока хомяч. Смотри, не торопись, подаешься. Не дай бог, конечно. Ну, все, можно домой возвращаться со знанием выполненного долга. Глупик, залег хомячить. Свиной копытца. Так, неясности. Еще ничего не слопали. спинька. А тут мышка исчезла. Крош наверняка не села, куда-то заныкал. Так, лучик промелькнул и снова скрылся. Первый раз сегодня вижу. А тут мышки тоже не стало. Хм, ну, наверное, в дубляночке оказался, благодаря маленькому воробьиному свечку. А вот он, кстати, сидит. Ты смотри, обозначился. Ну, надеюсь, аппетит у тебя хороший и ужин состоится прекрасным. Да, собственно, мне пора подкрепиться. Надо возвращаться домой и любоваться на своих питомцев, более косматых, чем покрытыми перьями, но столь же приятных. Ну, а кубику ищем заняться. Все. Мавр сделал свое дело, Мавра может уходить. Придем, приводя себя в порядок, встретил меня у калитки. А в окна ожидает пушенька. Так, малыш, бенефаций почивает. Ну, жаль, мои собаки перевоспитались, уже не охраняя территорию. Все забеспокоились, в мордах и вести возникло около кровати. Чего ты тявкаешь? Сейчас, сейчас, утащу тебя на ночь глядит. Не кубежу одному, девокатасами лакомиться. Ну, пуш, горделивый профиль, выразитель анфавс, какая кошка возросла. Вот сейчас бонечка на эфоне настолько маленьким кажется. Ай, заячка моя. И весь обдит, зевая. Ну, все, Радик, мы попрощались. Давай, до завтра. Всех угостила, всех накормила. А теперь мне неплохо бабуши не подумать. Но, как обычно, подойти к вот этой маленькой грядочке. в прошлом году решила пересадить весь лук и чеснок в одно место. Ну, кое-где, правда, оставила. Вот эти сочечные листья ракомболя. Может, я неправильно называю. Мне как-то соседка это название озвучила, когда отдавала вот эти вот луковицы. И у меня все это здорово разрослось. еще цветет это растение очень вкусное, душистое и сладенькое громадными шариками где-то диаметр на сантиметр по 7 этакими сиреневыми, как декоративный лук. Ну, только не такими тоненькими черешками цветочки расцветают. Ну, а теперь ножницы в кармане нарезать охапочку и можно в избушку отправляться до следующего дня. А завтра обещает дождь. Сегодня мы под него не попали с кубиком, повезло. Ну, а что будет на следующий день увидим. Как бы то ни было. Весна, погода меняется, но хуже от этого все равно никому не становится. Дождичек это тоже хорошо. Ладно, увидим, что завтрашний день принесет. Ну, все, закончен суетный день. Лишь кушка все не может угомониться. А мне осталось выйти на улицу, свистнуть собакам и отдыхать. Пожалуй, посмотрю Никина рептилиум в записи. Уверена, что там все нормально состоялось и буду ждать следующего дня. Каким-то он станет еще неизвестно. Что ж, здоровья всем и удачи. Дальше расскажу, как продвигаются дела, особенно в Савином доле. До свидания. Редактор субтитров